Юлия Гаврилина была не рада приезду Милохина с цветами. Моргенштерн открыл новое заведение в центре Москвы. Неизвестные люди отправили Аню Покров на тот свет. И куда переехали участники Дрим Тима? Всем привет! Это канал Окблогер, и сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. Меньше 4000 подписчиков остаются до круглой цифры на этом канале. Если ваша кнопочка подписаться все еще красная, нажмите на нее, но и не забудьте про колокольчик, чтобы получать новые выпуски. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Хоть все говорят, что хаосы уже не актуальны, а вести общий профиль бесполезно, и к сути начали доказывать обратное. Ребята нашли тренды, которые выводят их в мировые рекомендации, и тем самым позволяют охватить больше аудитории. Главным паровозом стали их участницы Алиша и Хика Ким, ролики с которыми как раз и дали те самые миллионные просмотры. Совсем недавно ребята праздновали 8 миллионов, а через буквально 3 дня уже 9. А вчера их профиль перешагнул отметку в 10 миллионов подписчиков. Поздравляем команду с таким огромным успехом. А вот их продюсер Гэри скоро вернется в киноиндустрию. Если кто-то не знает, раньше парень делал ставку именно на актерскую карьеру и параллельно занимался блогингом. Сейчас же приоритеты сменились, но в кино все равно снимается. А примет Герман участие в картине под названием «Капельник», но про нее ничего пока неизвестно. Аня Покров знатно так подофигела с самого утра, когда увидела, что ей присылают подписчики. Неизвестные люди создали фейк в социальной сети ВКонтакте, назвали именем Камила Сусанина, а вместо реальных фоток использовали лицо Ани. Вроде безобидная штука, если бы автор не утверждал, что эта девушка покинула наш мир. Страничку даже опубликовали в специальном паблике, где выкладывают людей с какой-то действительно похожей историей. После сторисов Ани на все эти посты начали массово жаловаться подписчики. Страничку в поиске мне не удалось найти, видимо, она быстро после них удалена. В том паблике тоже все подчистили и, надеюсь, будут проверять информацию в будущем. Катя Адушкина недавно съехала из родительского дома, так как одной из причин была беременность мамы. Ведь с рождением ребенка ему тоже понадобится комната, а свободных там уже нет. Как сейчас модно, Дарья до последнего не знала пол-ребенка, и они с мужем устроили гендер-пати, на который пригласили всех друзей и знакомых, чтобы лопнуть заветный шарик. В зависимости от цвета лепестков, родители узнают, кто же у них будет, и вчера стало известно, что у Кати появится сестренка. Карина Кросс практически никогда не пропадает из соцсетей и регулярно радует аудиторию новым качественным контентом. Но это дает и свои минусы, так как любое отсутствие девушки более чем на 12 часов вызывает панику. А тут она резко пропала из инсты на двое суток, взволновав подписчиков. Позднее тиктокерша всех успокоила, с ней все хорошо. Просто в данный момент она проходит тренинг по личностному росту, чтобы взбодрить свое состояние и выйти на уровень выше текущего. Карина пообещала, что мы увидим большую разницу в ближайшее время, когда ее контент будет меняться. Тут, в общем, меня ломают, перекручивают, смотрят, какие косяки есть, что есть хорошего, как приумножить. Совсем скоро вернусь. Это скоро, я думаю, где-то вторник-среда. И с контентом, с эмоциями, новая, обновленная версия. Короче, апгрейд происходит сейчас со мной. Ситуация с как бы конфликтом Дианы Астер и Дани Милохина из-за высказываний парня про свою подругу добавила не только шума вокруг ребят, но и послужила идеей для создания трека. Я уже рассказывал, что Ди после провала биполярочки занялась вокалом, а результат покажет в новой песне. Часть ее уже записана, а вчера она поделилась сниппетом с отсылками к Дане. Диана сейчас обвиняет в том, что все эти истории о обижалки на Милохина были лишь заранее продуманным пиаром. Но девушка опровергла эти слухи, так как композиция была записана в ночь перед выходом отрывка. Даня же тем временем продолжает давать шанс молодым талантам из тиктока. Если вы помните, он недавно сильно вдохновился начинающей певицей Ди Ельфенок и ее треком во вторник, записав даже небольшой кусочек с кавером на него. Эта же история не закончилась, так как вчера они встретились и поработали на студии. А вот небольшой отрывок их, возможно, будущей совместной песни. Кто бы мог подумать, что Валя Карнавал настолько вдохновится решением своей подруги Юли Гаврилиной, которая рубанула себе каре. После чего утром съездят и сделают его и себе. В начале карьеры девочек называли сестрами и сейчас их образы стали снова похожи, поэтому близняшки возвращаются. И как вам вообще девочки с такими прическами? Идет им или нет? А вот Даша Дошик, которая совсем недавно жаловалась, что из-за постоянной смены цвета ей пришлось обрезать все свои волосы, на этом не остановилась. Она вновь нарастила длинные волосы и перекрасилась в черный. Теперь ждем жалобы Даше, что ей нужно вообще бриться на лосо, чтобы все вылечить. Дрим Тим заинтриговали историями с единственной фразой «Мы переезжаем». Хотя они вроде только месяц назад нашли для себя идеальный дом. Но вранья тут никакого не было, так как фраза несет в себе переносный смысл. Ребята рассказали, что всей командой уже по традиции переехали на новую модель 13-го айфона. В прошлом году они в баттле заставили купить всем новые телефончики Милохина, а в этот раз просто сделали совместный предзаказ. Я вам сейчас покажу. Вызывает такое волнение, что у меня даже руки немного трясутся. На ТНТ вышла очередная серия реалити-звезды в Африке, в которой показали приезд Дани Милохина. Продюсеры не упустили момент и дали парню возможность зайти прямо в кадр. Он подарил Юле цветы, она была в шоке, но в то же время не особо рада его появлению. По лицу ее речи просвеживалось нежелание поднимать тему отношений, тем более на камеру. И было еще масса намеков, что они уже не вместе. Такое же напряжение между ребятами сохранялось и в блогерах и дорогах, съемки которых были уже через три недели после этой встречи. Но что конкретно между ними сейчас пока неизвестно. Больше ответов мы получим уже сегодня, когда на канале Bubble Gun выйдет шоу «Ты меня знаешь с ребятами». Там парочки как раз обсуждают все подробности своих отношений и Даня с Юлей наверняка дадут точно ответ – встречаются они сейчас или уже нет. Моргенштерн по старому примеру своего коллеги Тимоти начал углубляться в бизнес. Под его брендом «Кайф» уже существует ресторан в центре Москвы, а также фирма, предоставляющая услуги охраны. А вчера состоялось торжественное открытие бургерной под аналогичным названием «Кайфбургер». Концепция построена на образе Алишера, а в меню почти все позиции с отсылками к его песням. Можно купить бургер «Дед», «Аристократ», «Эль Проблемо» и даже есть коллапс со Славой Мерлоу. Морген сам продегустировал первые булки из печи его заведения, а также вышел к подписчикам, чтобы тоже угостить их совершенно бесплатно. Напомню, если у вас есть желание посмотреть второй сезон «Блогеры и дороги», я выкладываю все серии в телеграм-канал. Там уже есть первые три эпизода, поэтому переходи по ссылочке в закрепленном комментарии, буду ждать. Тут вот есть еще парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом все, увидимся уже совсем скоро!